МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Президент Медведев внес в Госдуму законопроект о введении прямых выборов глав регионов. Рынки отыгрывают массовое понижение кредитных рейтингов стран ЕС. Масштабы кризиса еврозоны растут. Подробности в блоке деловых новостей. Спасатели ищут выживших на месте крушения круизного лайнера Коста-Конкордия. Следствие выявляет факты преступной халатности. Директор водоканала, первый обвиняемый по делу о трагедии в Брянске, где под мамой с грудным ребенком провалилась мостовая. Зимняя юношеская олимпиада в австрийском Инсбурге. В копилке российской сборной первое золото в биатлоне. Джордж Клуни, Мэрил Стрип, Мартин Скорцезе, Вуди Аллен и немой черно-белый фильм-артист. Триумфаторы Золотого Глобуса. Отмечу, что он станет одним из крупнейших проектов подобного рода в мире. Любые дорогие дороги, про строительство железных и тех, что с асфальтом, говорили на совещании президента. Один на всех. Номер 112 стал единым для спасателей, пожарных и скорой помощи. Куда же денутся 0,1 и 0,2? Что ты сделал, твоим ребенком? Путь не прорвозный. Суд требует пожизненного. Адвокат настаивает, что его клиент не вменяем. В Белгороде судят Сергея Помузуна, который убил шестерых. Очередной день чемпионата мира по легкой атлетике в Лужниках не оставил нас без медалей. Правда, они не званы. Спасают всем миром. На Дальнем Востоке и в Амурской области строят дамбы и вывозят людей. Наводнение пока не ослабевает. Сноуден опять злит американцев. По его информации, якобы посольству США в Москве работает сервер шпионской программы. А вот информатор Брэдли Мэнинг может получить Нобелевскую премию мира. Подписи в поддержку уже собрали. В Москве полночь огонок событий огня уже ушедшего и наступившего вторника в нашем выпуске новостей на телеканале Россия 24. Студия Антон Борисов. Здравствуйте. Женская... Пока силовики обстреливают Донбасс в Минске. Сегодня вновь соберется трехсторонняя контактная группа. Пообсуждать участники будут отвод вооружений калибром менее 100 миллиметров и особый статус республик. Почему горел теплоход? Следователи возбудили уголовное дело по факту пожара на Баргузине-2. Выяснять все обстоятельства будет специальная комиссия. Более ста эвакуированных пассажиров доставили в Иркутск. Поддержка с воздуха. Вашингтон заявил, что готов к авиаударам по правительственным войскам в Сирии. Белый дом намерен любыми способами защитить свои лагеря подготовки умеренной оппозиции. Проверка на точность на подмосковном полигоне Алабина. Сегодня стартует второй этап соревнований по танковому биатлону. Пока лидерство удерживают танкисты из России и Сербии. Субтитры создавал DimaTorzok